Выбор будущей профессии – это, пожалуй, одна из самых основных причин беспокойств как выпускников, так и их родителей. С целью помочь им в здании регионального министерства образования состоялась онлайн-конференция, где представители агропромышленного, горного и строительного техникумов республики отвечали на вопросы о своих образовательных учреждениях, особенно о влиянии федеральной программы «Профессионалитет» в создании высококвалифицированных кадров. Во время собрания будем еще представить такие учебные программы и преимущества поступления на профессионалитет, среди которых очень много бюджетных мест будет выделяться. В республике данный федеральный проект реализуется с прошлого года. Сначала он появился в сельскохозяйственном кластере. Тувинский агропромышленный техникум села Болгазан получил федеральную поддержку в размере 100 миллионов рублей. На эти средства были оборудованы самые современные лаборатории и цеха, улучшена материально-техническая база учреждения и не только. Все это позволило учащимся получить качественное образование. Наш техникум уверенно занимает лидирующие позиции в системе подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» мы переосмыслили многие подходы к обучению и воспитанию. У нас есть такие специальности, которые мы уже разработали с участием работодателей. Это у нас технологи продуктов животного происхождения и растительного сырья. С 2025 года участниками федеральной программы станут горные и строительные техникумы. По словам представителей регионального Минобра, среднее профессиональное образование переживает свое перерождение. Ведущие сельскохозяйственные и горнорудные компании республики стали партнерами этих СУЗов, чтобы помочь в создании высококвалифицированных кадров для работы на своих предприятиях. В 2025 году будут открыты новые профессии, новые специальности. Это архитектура, информационное моделирование в строительстве и дизайн в строительстве. На базе нашего техникума будут в 2025 году оснащены 15 рабочих зон по новым направлениям. Это сварочное производство, сметное дело, информационное моделирование, геодезия, организация и обслуживание системы жилищно-коммунального хозяйства и дизайн. Как отметила Олимпия Андар, региональный Минобра надеется, что после проведенного собрания у родителей и детей станет меньше вопросов и больше интереса к среднему профессиональному образованию.